шалом почему мы боимся тишины мы заходим в лифт вдруг включается музыка мы выходим на улицу включаем наушники таксист в машине сразу предлагает нам музычку мы на секунду не хотим оставаться наедине с самим собой потому что внешний мир и наше дурное начало постоянно говорит нам не узнавай себя не изменяя себя ты изменишь себя только тогда когда ты прислушаешься к себе а прислушаться к себе можно не через наушники и не через какие-то внешние источники когда ты именно прислушайся к себе мы привыкли осуждать правительство мы привыкли осуждать людей мы привыкли осуждать всех кроме себя потому что это связано с нашей личной тишиной мы боимся раскрыть что-то что нужно изменить а с другой стороны может быть мы боимся или наоборот мы не даем себе возможность найти что-то хорошее или решение вопроса мы уходим от решения вопроса потому что мы боимся тишины тора говорит что бог находится в голосе тонкой тишины потому что есть тонкая грань между внешним и внутренним миром человека эта грань она даже не определяется в доли секунды это буквально мгновение и ты уже там или мгновение ты уходишь в себя что значит себя ты тоже не уходишь себя ты включаешь что-то ты везде ты пытаешься уйти от действительности а действительность это ты сущность это ты поэтому не надо бояться тишину надо задуматься потому что тишина это глубина написано мимо маким кратиха ашем из глубины взывал я к тебе всевышний так пишет царь давид не случайно в самые важные моменты жизни нужно наоборот найти эту тишину и не бояться и шалом шалом